Что? Зеро! Свободная ставка, игра на собственные деньги, казино против знатоков. Итак, Зеро, давайте сразу. Я понимаю, что вам достаточно 500 тысяч, и вы в финале, и выигрываете партию. Я спрашиваю у господина Козлова, вы согласны сыграть со мной один на один? Один на один? Да. А я всегда играю один на один с вами. Это можно принять. А, шутка, да? Шутка. А я вам тогда предлагаю, вот здесь у меня три вопроса. Это уже испробованный ход. Вы не хотите выбрать? Вы с Прокофьевой уже играли так. У вас рука дрожит. А у вас дрожат губы. Итак, с вами мне сегодня не сыграть, да? Я же слабый игрок, Владимир Апич, вы знаете. Я не красую, сейчас говорю искренне. Тогда я хочу сказать, что у меня здесь один вопрос философский, один вопрос комический, на остроумие. Один поэтический. И один вопрос психологический. У вас как раз, вот мне кажется, у нас есть остроумный человек, господин Кондратёк. У вас есть, да. У нас за столом, я хотел сказать. Извините. Есть у нас человек, который изучал философию, госпожа Кравченко. И есть человек, который, как мне кажется, прочёл все книги по психологии. Это Владимир Молчанов. Расстроенный Владимир Молчанов. Я согласен сейчас играть философский вопрос с философом, играть психологический с психологом, играть остроумный вопрос с вами. Стакан не разбился, чьё счастье будет неизвестно. Итак, вы согласны играть наедине в свой собственный вопрос? Нет, не согласны. Не согласны? Вы будете играть только командой? Да. Только командой. У нас многими ждут, почему мы имеем чувство юмора, читали философские книги и психологические, поэтому... Если хотите, мы можем выбрать сузью. Вы так нервничаете, как будто вас засуживали. Я полностью доверяю. Знаю, как вы беспристрастны. Ну, давайте делать ставки. Ваши ставки какие? Ваши, ваши. Ваши ставки. Мои ставки 400, 400, 400. Так, господин Блиннов, где? Как вы думаете, сколько мне поставить? Я думаю, надо поставить ровно столько, чтобы этой команде хватило, чтобы обыграть нас и сыграть в финале. Вот так вы считаете? И выиграть. И выиграть. Вот в данном случае уже выиграть. Спасибо, Лёша. Миллион. У нас 900 тысяч. 900 тысяч? Ну, 100 тысяч у вас найдётся. Ну, конечно. Игра на собственные деньги. Итак, миллион. Вы отсчитали миллион? В банке зеро два миллиона, да? Да. Два миллиона. Итак, начинаем раунд зеро. И сейчас прозвучит гонг. Прозвучил. И я сейчас выбираю, какой из трёх названных вопросов вам задать. Мне понравилась госпожа Кравченко. И поэтому философский вопрос выиграть. Спасибо, Владимир Яковлевич. И поэтому будем играть в философский вопрос. Госпожа Кравченко. Да. Вы когда его читали, краткий советский философский словарь. Ну, есть такой. Такой грех есть, да? Страшное дело. Вы, наверное, вспомните. Я сейчас буду цитировать. Итак, внимание. Я его наизусть не учила, поэтому мне трудно будет говорить. Я тоже читаю, не наизусть. Да, правильно? Внимание. Оно, цитирую, есть выработка специфически... Простите, я не выговариваю. Снова начал. Оно есть выработка специфически духовного содержания в специфическо-социальном функционировании. Это советский философский словарь. Специфически функционирование. Внимание. Следующая цитата. Оно в том и состоит, чтобы не помнить о приличиях. Вот это уже цитата из американского писателя Генри Миллера. Но самое интересное. Внимание, вопрос. Оказывается, эти две цитаты говорят об одном и том же. О чем, спрашивается, время? Это мысль, слово. Чувство, чувство. Оно. Это выработка специфически духовного. Оно специфически духовное содержание в специфическом функционировании. И не помните о приличиях, может, только чувство. Оно не контролируется сознание. Религия не проходит. Может быть, любовь и духовное. Оно. 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 Так, упор на оно, это что-то такое? Оно в том, что вы не помните приличиях. Оно, может быть, и слово. Святы растут, не ведая стыда вообще. Образование. Тогда чувство. Это же Миллер, он же... Оно есть выработка специфически духовного, о специфически духовном функционировании. Функционирование духовного. Функционирование не может быть вовы. А чувство подходит по мне. Ну ладно, дальше, дальше. Образование приличия. Не помните о приличиях, должны помнить, да? Это либо искусство, либо... Неприличие с чувствами очень коррелируется. Ребята, а где искусство? Что еще? По-моему, то есть чувство с неприличием... Второе, Андрюша. Ассоциируется с того. Подожди, стоп. Да, ждем, пойдем. Искусство с неприличием не ассоциируется, по-моему. Почему? Еще как? Еще как? Ну, пожалуйста, босса, возьми там. Вы берете еще, да? Да, берем. Да, берем. Вторая минута. Ребята, либо искусство, либо чувство. Оно есть выработка специфически духовного, в специфически духовном... Чувство не вырабатывает. Чувство не может вырабатывать. Это только искусство. Оно служит для выработки. Как? Чувство, это возникает в тебе. Оно не... Это не... Оно возникает на основе эмоций. Это правильно. Чувство в этом словаре, в философском, вообще, наверное, нет такого слова. Выработка. Выработка. Адрюша, это искусство, подожди. Еще как? Ну, Андрюша, Оль, Горюк, не буду. Моэтическое чувство, любовь... Творчество, ну что? Творчество нет. Ольга не вырабатывает. Духовное содержание. Духовное содержание, это всегда искусство. Искусство, Андрюша. Андрюша. Нет. Тот, стот. Нет. Нет творчество. Нет. Нет творчество. Почему нет творчества? Спокойно. Не... Еще раз прочитай начало. Оно есть выработка спецификах духовного содержания, специфических духовных санкционирований. Оно в том и состоит, чтобы не помнить о пролечиях. Только чувства. Искусство, Андрюша, ну я тебя... Андрюша, ну зарежь ты меня. Ответ на таков. Искусство, Андрюша. Ответ на таков. Мы считаем, что это чувство. Это чувство. А это искусство. Я же сказала. Вы проиграли. Проиграли. И счет становится 6-5. 6-5. Пользуйтесь зрителей. Играть сделано.